Это год, 2013-2014 год, когда ты снимал? А я не помню уже, надо смотреть, там где-то архивы есть. Перед Пересвамира. Сначала Пересвамира Европа была, он готовился на Европу. Да, да, да. Это Пересвамира 2020 год. А что такое? Почему так сказать? Так, кто нас смотрит в записи, будет смотреть, мы всех приветствуем. Мы делаем такую обычную ставку. Мы в гостях в Армавире, наша маленькая компания. И нас радушно приветствует вообще дружная семья армавирских самбистов-зюдоистов. И сегодня мы трапезничаем с Ирландом Уктианом. В печке-лавочке. В печке-лавочке. В печке-лавочке. Мы снимаем вообще, это не интервью, но мы просто беседуем. И вот интересную историю хочется сказать, и Роман. Но там прагмент будет, я, может, слова не буду говорить, вы сами поймете. А может и скажу, когда будет. В последний раз, Роман, когда мы с вами встречались, это был город Дмитров, 2014 год. Я как раз уже в качестве тренера приехал со своим братом на учебный тренировочный сбор. Подготовка была к педенству Европы до 2021 года подзыва. И мы как раз, я интервью давал. Если честно, я его один раз пересматривал. Я вообще не любитель смотреть те видео, где, я говорю, тосты, открытие каких-то мероприятий, поздравления. Или вот интервью, я не любитель. Вот свой голос я не могу слушать. Ну, к чему говорю. Приехал, мы с вами приятно помеседовали. Вы засняли видеоролик. Буквально месяц прошел. Мама мне говорит, я видел, а ты в Москве, когда был, интервью давал. Я говорю, ну да. А ты слышал, что ты там сказал? Ну, мои первые мысли, я как сейчас помню, я сказал, у нас пять братьев, и мы все в спорт. Но пять братьев, мы им Магдесянов. Это я, Егор и Арара. У моего папы две сестры и три брата. Ну, я имел именно Магдесянов. У старшего брата, у нас еще есть Нышан, брат, и Руслан. Он с Егором одногодки. У нас, получается, пять братьев. Но я про себя так быстро думаю, что мамку обидел, что с ее стороны братышей не сказал. Если так-то взять, у меня еще и двоюродные есть по мамкиной стороне. Габлет на то время был, и есть. Я говорю, а что я сказал? Ты за габлитой обиделась, что я двоих... Да нет, говорит, да. Нет, ты что, не в этом. Ты сказал, у нас порода большая, у нас пять братьев. Сынон говорит, порода, говорит, у собак, говорит. А у человека, говорит, рот, говорит. Тогда мне уже было 24 года, а я, вот честно скажу, в школе неплохо учился до определенного момента. А потом уже как-то вот оно спорт, спорт, и учителя в какой-то степени немножко успокоились. Знаешь, что я спортсмен, и мы тебе поможем. Они как-то себя приветствовали. Мы когда плохо себя дома вели, дома себя вели, и есть такое выражение, я твою там породу, папа всегда говорил, я твою породу, там, это, это сделаю, вот так, говорит. Я почему-то думал, что у нас у армяне порода, а не род. Я говорю, слушай, мам, я, честно говоря, думаю, у нас у армяне, только у нас у армяне, что у нас именно порода, что мы относимся к там, роду к породу, там, это, реально, не то, что род, вот как-то вот так. Расширил кругозор, ничего. Благодаря маме. А ты знаешь, вот я хочу сказать, ты же с вами, ты же, ты же, ты смотрел это и наше интервью с тобой один раз, а я, ну, там же есть такая штука, как можно там пишут, коменданты, комментарии и так далее. И там есть комментарии, там, допустим, очень известный комментарий, там говорят, ой, это мой учитель, ой, это мой тренер, а я там это, ну, то есть, ребята смотрят, ребят, ну, то есть, с одной стороны, вроде бы, да, к чему это, зачем это делать, да, а вот на самом деле, если есть такие технологии, которые можно делать, почему мне делать, и поэтому я старался как-то снимать вот наши беседы там, с тем же, с Мишей Гольниковым, там, с Егором, а я не помню, с Егором, я тоже кажется, делал, или, надо посмотреть где-то, то есть, это, это беседы, которые, вот, к сожалению, мы сегодня, вот, и со временем ценностях возрастает, со временем ценностях возрастает, на самом деле, ну, во-первых, у меня есть это все в архивах моих, то есть, это на ютюбе, даже если ютюб, как говорится, долго жить, исчезнет, то архивы-то у меня сохранены все, вот, к сожалению, сегодня вот не получилось у нас, мы так, не ожидали такой теплый встречный с Тюмой Баяном, вот, и... не поставили кого-то. Я, когда сидел, я почувствовал, что на поле чудес нахожусь, я вам честно скажу, вот... Ну, чудеса-то были, ты же выгляжешь в Польше, это первое чудо, первое чудо, второе чудо, третье чудо, вот, на поле чудес. Подарки с одной стороны, и потом начинается... Ну, делал бы в подарок. Ну, вот эта атмосфера была очень такая, на самом деле, она, она у нас всегда такая, у нас, вот, благодаря такой атмосфере, которую Владимир Михайлович создает, вы сами это почувствовали, той энергетикой, соответственно, благодаря вот всему, тем качествам, которые он обладает, у нас все есть. Настрой, да. На высшем уровне, есть спортивные базы, трансформы, все условия созданы, да. И тогда только... Все благодаря, все благодаря, все благодаря, все-таки, конечно, его энергетике. Потому что куда бы наш Владимир Михайлович не придет, все его рады, все только ждут, и, соответственно, идут сюда... И губернатор поддерживает, это тоже важно. Да, очень-очень сильно. У нас в регионе развивается именно программа самбо в школах, и вообще, вот, как Михайлович сказал, дворцы единоборств под названием самбо строятся на территории Краснодарского края под эту... Специализирован. Да. Самбо в нас, что-то никого не пускают, ни боксеров, ни акинистов. А он уже переоделся. Только самбо. Он уже решил переодеться. Только. Правда, пока не приезжает. Самбо или джидо. Планировалось в дворцах что-то как-то. Боксеры говорят, мы здесь ринг поставим. А, не пускают, да? Только самбо джидо ставим. Только самбо и джидо. Дворец спорт и джидо самбо. Это правда. Ужас, это правда. Самбо. Дисциплина должна быть, вот она определена. Дисциплина такая. Предмет изучения вот такой. Усой, да нет? Предмет изучения такой. Да. Ну что, вопросы, девушки? Какие-нибудь вопросы задать? Вы как юные корреспонденты? Надеюсь, я даже не знаю. Как вы восстанавливаетесь после тренировок? Это же все очень эмоционально. Я скажу честно, восстанавливаюсь. Конечно, это первое, это сон. Потому что мы вечно не досыпаем. Как вы сейчас приехали путешествовать. У нас вечно проблема именно сон. Лиза почти не заснула. Он же так хорошо рассказывал. Лиза почти не заснула. Это сон, в первую очередь. И, конечно, здоровое питание. Часто бывают спортсмены поднимают, и тренеры поднимают в нынешнее время, что надо спортсменов подпитывать медикаментами. Никогда в жизни мы этому не придерживались. И я надеюсь, что никогда не будем придерживаться. Мы за здоровое питание. Это мясо. Шеф говорит, самое лучшее. Таблетки, допинг и все. Это мясо. Ешьте мясо. Все естественное путем. Мясо и ковер. Или татами, да, как мы говорим. Только так. После любых наших мероприятий, после соревнований, как правило, когда мы хорошо выступали, папа всегда устраивал банкет, так называемый. То на природе, то дома. Обязательно. Шовлюм, поп, шашлык. И, соответственно, вот так в кругу родных и близких восстанавливается очень быстро. Родных и близких восстанавливается. Даже забываешь о каких-то там усталостях. Хочется заново работать. Ну, в последнее время, я скажу, стал уже, когда стал на тренерской работе работать. Потому что раньше уставал физически. Сейчас морально тяжело. И голова вечно загружена. И столько есть проблем, которых надо решить по-быстрому. И бывает за день. Наваливается работа очень много. Ну, вот мы ее сегодня ехали, я рассказывал. Я, как сейчас в последнее время, стал восстанавливать свои силы. Это поездки в походы. Также с детьми мы ездим, но при одном условии, что дети едут только с родителями. Если родители не едут, соответственно, дети тоже не едут. Я со своей семьей, сестра там, со своими детьми. И каждый, кто хочет, мы любых. Бывают даже дети. У вас все пойдут? Да. А, проходите, проходите. Заходите, заходите, заходите. Заходите. Дети, бывает, у нас там родственники очень сильно хотят с нами походить. У нас дверь для всех открыт. У человека хочет их отместить. И вот мы стали восстанавливаться именно походами. А куда вы тут обычно ездите? Мы живем в самом прекрасном месте в Краснодарском крае. У нас очень много мест. Помимо нас недалеко и Карачаево-Черкесии. Архиз, Донбай, город. Здесь, ну, в городе у нас, в городе у нас, ну, вы, когда едите в Старую Станицу, где мы же проживаем сейчас, река Кубань. У нас только есть река Кубань и гора, которую вы видели, да, когда, ну, утром, наверное, вышли, еще не успеют. Сейчас будем ехать, вы увидите город. А где стоит церковь и все. В принципе, на природу, на Кубань сходить. А вот когда мы делаем выезды, это походы, это водопады, это купание там в городах, обязательно с ночевками, обязательно. С палатками? С палатками, да, мы ходим, но только с друзьями. С детьми я с палатками не хожу, потому что не у всех есть оборудование, нами есть, да. И мне как тяжело будет, потому что все-таки на кухне, у нас по 50 человек собирается, по 50 выходит. То есть, однократно это получается? Да, мы ходим, но снимаем гостиницы. Гостиницы мы снимаем такие, чтобы в размере там, на человека выходит поездка наша, максимум 1000 рублей. Это проживание с питанием, которое мы организовываем. Уже мы знаем, как Мизмай мы ездим, Марлина, полка. Так, кто у нас? Пока, вы же переведите. Не-не-не, я подожду. Не, я подожду, вы в гостях у нас. Не, это, мы постанавливаемся как-то так. Мы ходим в горы, купаемся в горных речках и жарим мясо. А когда к нам гости приезжают, мы, соответственно, собираемся в печке-лавочке. Преклама. Йоу. Йоу. Печки-лавочки. Печки-лавочки. Да. Ну что? Хорошая история, можно там, да? На паузу поставить? Нет, хорошая история, подожди, но мы давай это, выпьем за этот, у чаши налита. Здесь хреновка. Ну там, ужас какой. Хреновая вода. Я подумал, главное. Хреновая вода. Есть? Как у барышки. Ну давай, Влад, ты у нас молькешь, скажи тост. Ну, сморозь что-нибудь. Знаете как, в том анекдоте, грузины сидят. Влад, а Влада виден там? Видно, видно. Видно, видно. Гиви, говорит, скажи тост. Гиви встает, говорит. Роберт, говорит, скажи тост. Роберт, встает, говорит. Этим маленьким бокалом, от всего сердца. Так, команда говорит, стоп, 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 Роберт. Гиви, говорит, скажи тост. Гиви встает, говорит, тост. Люди, которые любят выпить, они просто говорят тост. Ты любишь выпить? Нет. Тогда говорите, как Роберт говорил, да. От этого. Ну, все за гостеприимство такое. Ну, молодец, Влад. За гостеприимство. Толст. Толст. У меня после интервью будет проблема, да? Всем приятно, а ты, да. Не, мы не... А зачем выключать-то? Ну, ешь. Мы едим и разговариваем. А как мы будем? Ужас. А что творится? И комментируйте. И комментируйте. Это же как бы отзыв для лавочек и печек. Потом мы можем это... Пельмени, как у Валерии. Сказать им, пусть они вам это за рекламу. Пару бутурнодов. Так. Сейчас мы отведаем. А у вас сейчас вкусный вкус. Варенький вкусный такой у вас. У нас с моих скотов и жареный лучок с вертолем. Ровно с вкусным переменением. Вообще сейчас пельмончиком. Бульвершки. Я плакаю ее. Что это такое? Они завидуют огурцы. Я. Я все люблю. Да? Так. А я возьму такую штуку. Отец в опасности. А Беслан и Мудранов, ну вся семья. Они отсюда, Армавирский. Нет, Беслан приехал сюда, в Армавирск, наверное, 16 лет было. А куда? Он еще родом в Кабардино-Балкарии. С Баксана. Они в 13, если не ошибаюсь, или в 12 лет с Асланом родители отправили в Майкоп. Они в Майкопской школе тренировались. На какой-то там год-два тренировались. И потом приняли решение, что когда уже в наших краях побывали, и они решили, что хотят перебраться в город Армавир. Вот так в 2006 году они оказались здесь. И уже только в Армавирском городе Михайловичке не тренировались. И все еще не тренируются. Вкусно. Скажи, а вот город вообще, я не знаю, вчера спрашивал, нет? Растет? Количество населения увеличивается? Да, меньше не становится. Количество увеличивается. С каждым годом он все красивее и красивее становится. Парки, не знаю, водохранилища сделали, спортивные объекты. Да, проблема есть с рабочими местами. Потому что все платежские заводы, которые здесь очень много было производства, очень много, все позакрывалось, все по этот сделали. Но, как мы недавно с моим товарищем сидели, и один наш знакомый подошел и говорит, да, говорит, в Армавире, говорит, если ребенка давать только на самбо и дзюдо, в Армавире только развито самбо и дзюдо. А мой товарищ говорит, не понял, а кондитерские фабрики? Ну, он сам кондитер, и да, кондитерские фабрики. Город очень славится, у нас имена тоже и кондитерскими фабриками. Так что, доучишься и в Армавире приедешь. Да. Открывай свою кондитерскую. Как с этим хреновым ухом? Очень хорошо. Это хлебушек с салом, да? Напоминает о хреновом. О чем, о чем? Да мы заехали в гости, нас приняли очень хорошо. Отказали лучших лошадей, которые... Мы были... В Орловском. Ну, вот скажи, где мы были. В Слободе? Мы были в Слободе. Это от Воронежа, километров 60. Там находится одна из старейших кондезаводов. Один из старейших кондезаводов, основанный графом Орловым. И там выведена вот эта вот известная порода лошадей. Орловские. При нам показали этих скакунов. Лучших в России. Лучших в России орловских. Такие красавцы. Причем показали 8 марта. Нам это показали, открыли, покатали на этих лошадях. Ну, не на этих. Ну, на Орловских, но только не на тех, которые в чемпионах. Все рассказали. В общем, приняли шикарно. А это село Слобода, Хреновский район или Хреновское. Хреновое называется. Да, Хреновое. Мы же в Таганурге были, да? И нас научили. Говорят, Таганург. Да? А они, говорит, так не говорят. Тут приезжай. Ударение не поставлено на табличке. И все читают, как? Все читают. Хреновое. Станция хреновое. Ну, а, Сергей, хреновое. Первое впечатление такое у вас. Хреновое. Ну, к вопросу, нюанс, да? Про породу мне понравилось. На породу, да. На породу, классно. Я говорю, слушай, ты мне говорю, папа столько раз всю жизнь говорил, что что-то плохо делал. В нашу породу, да? Да. В нашу породу, да? Да. В породу, я думал, что порода, и вы уже привык так говорить, знаешь? Точно. Это говорит в нашу породу, это говорит не в нашу. Да. Ну, мама знает, что будет. Ну, у этого выражения нет ничего плохого. Это обиходное выражение. Да, но... Ну, мама, да. Она сделала замечание. Откуда это пошло, я говорю, как раз... Учил замечание. Она сделала замечание после, как... раз выхода того интервью который роман снимал посмотрела же да ну кто-то есть а я смотрю там все ваши эти интервью там посиделки там беседы в курсу я ведь ваш подписчик мне так нравится это а мы уже год снимаем такие беседы собираемся в бане видел бане это как второстепенно первостепенно ну бане это как вот сама сама мотив пространство пространство мы приезжаем туда и беседы разные темы обсуждают и викторина разный тем я кидаю один ролик натыкался на и мне кажется смотреть как бы установки потому что черта себя что-то лопочет как бы вот на строй еще нужен да ну темы разные поднимаем пытаемся как-то попытаться соединить это с практикой боевых искусств как это вообще все может быть в нашей жизни связано все через боевые искусства через дочь и сам зейки дочери карате у людей стаж большой там по 30 лет преподавательский но какой-то опыт и и жизненный просто какой-то опыт да и кто-то там учениться побыть вот в поле ну и единобышленников может такого слушали правильно чтобы вы как глоток свежего воздуха а мы не воздух вроде как бы так но забыл сказать один из наших собеседников это рустам аликов он с нами тоже в этих беседах участвует и мы к расставе что мы едем от потуру чтобы не форма вижу он гордор должен боян передать а я забыл про это совсем да что на передовый день не знаю помнит или нет но у меня только теплые вспоминания он сам астраханский но боролся здесь и на это в 90-е годы и на первенстве россии другие что не мастер-порт международного класса тоже по самбо чемпион мира и европы среди студентов для этого девяносточеркого года он 95-94 нет он наш ровесник 40 и 75 года да там боролся его тогда я помню все и очень теплое воспоминание вот так что мы передаем привет передай привет запоздал как смог да ну что есть вопрос спасибо воспитанная какая дочь хотел спросить постеснялся спросить не преувеличена ли вот эта миссия дзюдо и самбо с точки зрения влияния на человека влияние на его вот этические какие-то нормы поведения сознания не преувеличена ли это не совсем вот и кодекс дзюдоисты да есть такой вот есть уважение скромно порядок и как бы человек практикующего чудо но в том числе и самбо таким образом он может воспитаться порядочным так далее то есть на самбо и дзюдо возложена некая функция у них нет никого некой технологии которая может сделать вот или как огромном теле здоровый дух не преувеличена ли эта функция то есть функция возложенная на дзюдо и самбо что именно вот занимаясь вот этим видом физической культуры этим средством видишь можно как инструмент можно да как инструмент можно вот взять вот этот вот алмаз и сделать из него бирбриллиант и не преувеличена ли эта функция инструмента хороший да хороший летный инструмент именно наши два вида спорта но для каждого спортсмена конечно слой вид спорта он самый прекрасный самый близкий самый родной но я считаю что у каждого человека не приходит я не могу навязать им самбо и дзюдо у нас прием детей и вообще как привыкли и записать нашу спортивную школу легко и просто приводят ребенка и вы соответственно берем начинаем работу и они уже сами определяется нравится на колене нравится но скажу так меня вот в борьбу вообще в эту семью спортивную привел мой дядя дядя как раз он на два года младшего кашу тюрьевича маркаряна говорил воспитанник и дядя мой тоже занимался под руководством до михалыча он выполнил норматив мастера спорта по самбо и он меня привел как раз спортивную семью знаете все так жизни сложилось очень хорошо ну очень я полюбил потом старшего брата анышана привели потом егор пришел да и а вот дядя который по следующий день он живет этим спортом он каждые выходные приходите домикала чего не бегают футболка ветераны собираются все мероприятия спортивные есть когда рад сейчас наш выступает он приходит болеет за него ну как бы всегда поддерживалась но его сын не стал бороться не стал просто бороться он прошел месяца два-три позанимался может полгода но это так и полно позанимался ну ребят я не хочу бороться не мое да не мое и соответственно он говорит я буду петь и рисовать очень красиво рисует красиво поэтому стесняется одна проблема стесняется так как знаете я могу красиво бороться и хорошо но стесняюсь вот у певцов и танцоров не должно быть такого стеснения если ты умеешь ты должен показывать эту красоту красоту самбо красоту дзюдок красоту там своего вида там да каждый человек он по-своему талантлив то что говорил да там за бриллианта мне очень понравилось конечно очень хорошее выражение но если полностью согласен но часто бывает даже вот я честно скажу мы в этой бывать с родителями разговаривают хорошо когда родители приходят в зал на тренировку и смотрят на своих детей и они реально должны трезво ну понимание иметь подходит этот вид спорта или нет ну правильно же для каждого вот сейчас образно завтра у меня сын подрастет может он не будет заниматься может они его да понятно я воролся дядя в наш рот сел завтра может он не захочет это не подойдет ему а он захочет допустим хоккей играть вот того же самого шутерича нашего возьмем старший сын да уже международных каких наград и на чемпионате мира вторым был на чемпионате европы а младший сын пошел хоккей он хоккей хоккей есть ни одного дня он на борьбу не ходил только приходит ко мне на тренировку поздороваться с ребятами побороться и все хоккей то надо ну сказать что вот как посещение мои дети ходят в неделю три раза он нет они это воспитанник Рудольф Михайлович ранее сказали да это сын это воспитанник Рудольф Михайлович мы являемся номером один не только в городе но практически на территории Краснодарского края когда пристальное внимание на нашу школу на наши базы соответственно мы во всех планах во всех планах должны быть лучше вот иногда мероприятия проводили спортивные мы первенство южного федерального оборудования сажусь я за стол чтобы приглашать наших победителей призеров на награждение а фанфары не включили который у нас в радиорубке человек сидит он ну вниз спустился и ну короче чуть-чуть а мне так неудобно елки пах это как вот гости пришли образно к тебе ты их позвал гостя они пришли а ты им дверь не открыл ну как это же наш праздник да подождите я сейчас открою и пошел спать ну образно это да это мероприятия они общие каждый тренер привозит своих спортсменов школы и команды мы участвуем но мы как проводящая организация мы соответственно должны всегда быть соответствие соответствие и это как вот все время спутник летает спутник летает ну мне кажется это очень здорово очень хорошо это все конечно благодаря Рудору Михайловичу который он создал эту всю атмосферу в городе Армавире и соответственно территории Краснодарского края ну не знаю я смог ответить на ваш вопрос или нет который был задан нужно немножко это секретные техники поэтому мы их не разбираем пусть додумываются сами а то что все расскажем как и что ну конечно ну опять расскажем тоже все люди которые занимаются нашим прекрасным видом спорта соответственно должны не знаю каждый вид спорта я не могу не какое-то сказать ну как просто мы говорим да как бы каждый за свое будет говорить ну не корректно это вот а это корректно за свое это мое ну да то есть получается так и если ты чувствуешь что это твое тогда можно на это возложить вот эту вот ответственность что таким образом ты воспитаешь каждый спортсмен даже который занимается просто для себя он уже делает какой-то вклад в развитие нашего вида спорта даже просто для себя уже в развитие дела конечно мы все всегда говорим детям соревнования проходят не обязательно на этих соревнованиях участвовать чтобы вы были участниками вы можете просто прийти быть болельщиками сесть на табло где кнопочку старт стоп оценку поставить там два балла вазари там или удержание что помогать нам проводить нашим участием да это очень важно потому что просмотр соревнований правильный просмотр и правильный подход он заменяет полгода тренировок бывает дети тренируются тренируются но они не растут а стоит им просто поехать на соревнования не просто гамбургеры покушать там которые на втором этаже продают но у меня сынок папа а когда поедем на соревнованиях ага гамбургеры ну соревнования не интересно он знает что там кафе есть ему я деньги дам а если я ему деньги не дам вокруг все которые папу знают пойдем пойдем в жвачку пойдем в это угол и он начинает бал и он туда идет на следующий день исключительно только из-за гамбургеров там чипсов за призами да за призами это нормально а вот подрастающее поколение которые уже детки занимаются соответственно если они будут правильно анализировать соответственно и рост их не в спортивном плане он будет намного выше и быстрее быстрее просмотр соревнований он полгода тренировок ну как бы ну я по крайней мере так считаю да это очень полезно очень полезно информативная насыщенная штука очень полезно и конечно мы я частенько ходил в Армавире на хоккей мне очень нравился хоккей командная игра на футбол честно не любитель футбола поиграть люблю сейчас правда с коленями проблема смотреть футбол я вообще не болею футболом не болею футболом а сказать что в последнее время у меня много есть свободного времени чтобы я мог там UFC или еще что посмотреть у меня просто его нету просто нет я же говорю как вы знаете я домой прихожу мы вот сегодня вы завтра вы увидите других кто-то приедет у нас соревнования кажут как Владимир Александрович показал и постоянно у нас гости мероприятия общение утром с дома уехал весь день на тренировке в обед бывает если получается домой заехать по обеду в лучшем случае если нет баланс вот вчера мы во сколько вы меня зала забрали пол девятого домой приезжаю и хорошо когда дети не спят что я могу немножко хотя бы и то мне намного не хватает потому что я прихожу уже пустой после тренировки хочется отдыхать намного не хватает вот эта разность между сам спортсменом и преподавателем здесь вот в этом плане конечно очень 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 тяжело и времени мало но мы должны соответственно все успевать самое главное семья и наш тренировочный процесс нужно и важно но это нужно что именно ну вот то что ты делаешь тебе это нужно если мне там я не могу сказать нужно ни нет или нет но мне это очень нравится а если это нравится значит я считаю что нужно скорее всего более чем нужно я получаю ад своей работы удовольствие я реально получаю удовольствие да есть проблемы там да в любом коллективе есть проблемы но мы при всём при этом и все одна семья Мы друг друга поддерживаем, мы одна команда. Есть какие-то разногласия, бывает, спорим. Ну, это нормально. Это нормально. Я считаю, что это нормально. Андрей Аркидов, что-то не дарю. Я не буду над этим вопросом. Давайте тогда мы выпьем за вашу дружную семью. Почему, я сейчас поднял, в коллективе у нас у каждого, мы же все разные. Все разные, у каждого свое мнение. Я считаю, что так должно быть. Ну, мы должны уважать его и мнение. Вот Влад хочет выпить, мы же не можем ему запретить. Можете. Попробуйте. Как-то так, и вот потихоньку трудимся. И очень важно, знаете, мы вчера, как раз, совещание было, поднимали вопрос, что нам нужно как-то готовиться к самбийским соревнованиям по самбо. Потому что все в самбо были, по прорывам самбо, по дзюдону. Как только мы начнем делить группы самбо и дзюдо, так мы, соответственно, потеряем все. Ничего не потеряем. Потеряем все. Ничего не потеряем. Кто готовится на дзюдо, ковер татами в ихнем распоряжении. Вы в зал зашли, вы видели, у нас и ковер, и татами есть. Кто готовится, и все, проблем никаких нет. Это понятно. В идеале, в идеале, конечно, должно быть так. То, о чем мы говорили, да? Школа самбо, только самбо. Школа дзюдо. Это в идеале. Но я... А значит, я так предполагаю, что это просто такая методика у вас? Да, да, да. Это ваша личная методика. Ее со всеми меня не надо. Если она работает, то дополняет. А кто-то дополняет. Если методика работает, то чем не работает. Да, да. И как только мы начнем... Я извиняюсь. Алло. Вот. Сколько щит стоит? Никто не заелся? Не надо. Тот пусть пока служит. Да, две тысячи. Один бери. Знаешь, сколько патронов брать этих? Патронов сколько брать? Ну как, это рубильник. Гвости приедут. Да. Хорошо. Да, Смин? А что не знаешь? Вот я тебе сейчас скажу. Одну баню, ты на баню выкинул, правильно? Автомат. Вот. Да. Баня. Потом. Второе у нас идет. Спальня. Третье это на улице, которая в ворота у нас работала. Правильно? И четвертую резервную давай сделаем. Да? Здорово. Да, потом надо попросить, чтобы нас не так запечатлили. Ну, одну резервную сделаем. Затем надо достраивать буду, чтобы мы спокойно уже подключились. Мы сейчас скажем тост, заключительный. На WhatsApp пусть не скинут, я на карту отправлю. На меня пусть. Не уходим? Нет. Мы сейчас беседуем. Тост, мост. Все. Человек. Хорошо. Ты взял лампочки? Да. А ты помнишь, какие? Поедем, наверное, по номерам. Фонаривали, белые. Две штуки. Был бы статус. Прожектор 25. Да. Ты даже не помидывал. 25 неси там? Красиво. 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 Десятка слабых вообще. Три десятки на нас победили. Все хорошо. Вы сыты? Да. Хорошо. Вам понравилось? Вы сыты? Нет. Так, ну что, мы выпиваем за вашу армамирскую семью. Сынью. 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 Единую семью. Да. Швай. Да-да. Стоя. Девушки стоя. Мужчины сидят. Да. Очень-очень хорошо. На этом наша беседа заканчивается. До новых встреч. , конечно. Да-да. Спасибо.